Российско-Украинская война 2022-2023 года. Часть 8. Операция по освобождению Лимана. Лиман был оккупирован российскими войсками 27 мая 2022 года. Город имел большое стратегическое значение, для российской армии он создавал возможность наступления на Славянск и далее на Краматорск, а также на северского фланга ВСУ, для украинской армии освобождения Лимана и близлежащих населенных пунктов не только снимала эти угрозы, но и открывала пути для собственного наступления вглубь Луганской области. Нанеся поражение российской группировке в Харьковской области, ВСУ перехватили общую инициативу на фронтах и 10 сентября начали наступление на Лиман. Основной замысел состоял в прорыве к водохранилищам на реке Жеребец в районе населенных пунктов Торское и Заречное, что означало окружение Лимана и российских частей, оборонявших город и его окрестности. Атаки украинской армии развивались по разным направлениям. Связав оборонявшие Лиман российские подразделения фронтальным ударом и выйдя к окраинам города, фланговые группировки вооруженных сил Украины начали продвигаться в обход. На северо-западе 12 сентября они взяли штурман Светогорск и стали развивать наступление на север. На востоке украинские войска отбили Белогоровку, создали еще один плацдарм на берегу Северского Донца и начали бои за Ямполь. Чередуя удары, к концу сентября ВСУ завершили глубокий охват Лимана с севера и запада, а с востока прорвали российскую линию обороны и взяли под огневой контроль дорогу на Заречное, единственный коридор для отхода из Лимана. 1 октября представитель украинского командования Сергей Череватый заявил, что город и оборонявший его российский гарнизон окружены. Однако, по информации российских военкоров, накануне ночью российские части вышли из Лимана. В тот же день украинская армия вошла в город. Министерство обороны России заявило, что войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи. Вслед за взятием Лимана ВСУ развернули наступление на город Сватово на севере Луганской области и южнее, в направлении Кременной. Российскому командованию пришлось перебросить в Луганскую область крупные резервы, которые оно планировало использовать на других участках фронта. 21 сентября, когда результаты боя в Залиман были уже предопределены, Владимир Путин объявил в России так называемую частичную мобилизацию, призвав на военную службу и направив в зону боя сотни тысяч резервистов. Очередная неудача деморализовала зет-патриотов и вызвала раздраевых среде. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил командующего группировкой Центр генерала Лапина в сдаче Лимана, обозвал его бездарью, предложил разжаловать в рядовые и отправить на передовую смывать кровью свой позор. В середине октября стало известно, что наемники Пригожина из частной военной компании «Вагнер» начали строить оборонительные укрепления в Луганской области. Аналогичные фортификационные работы начались и на территории России, в Белгородской области.